Вот не надо, сейчас у нас, наверняка, учительница по-русскому посмотрит и всё, кипец. У нас состоится супер-классный концерт в Минске, приходите все, как обычно говорю я, заметьте-заметьте. Заметьте-заметьте, она это говорила, то же самое, только в прошлом выпуске. Только там был другой город. А ещё я чуть не подкользнулся и не сломал ногу. А так у нас всё классно и мы все рады видеть друг друга, да Валя? Да, а ещё я вижу Жигули. А ещё я его ненавижу. Да, спасибо. То есть он плохой без девочек? Ага, конечно. Помните, да, в прошлом влоге? Так, давайте я сейчас закончу так же, как тот влог. Ну неинтересно. А мне, кстати, повезло, у меня четыре по биологии в этой четверти. А мне сказали, что прямо учительница в лицо сказала, что я не вытяну больше тройки. А я прям молчу. У меня как? У меня же всегда четвёрка в тройке, четвёрка в биологии во всех четвертях и в годовой. А я не могу связать одного предложения по английскому, но у меня как-то выходит пять. У меня тоже, только у меня не пять. То же самое было в пятом классе. То же самое, но четыре. Да, то же самое. В этом году тоже четыре. Капец. Что-то такое. Что-то я не вижу. Не хватило одного балла. Можно я назад, пожалуйста? Пропускаю? Можно я, пожалуйста, с восемь назад? Нет, нет, нет. Стоп, стоп, стоп. Пожалуйста, Вась. Смотри, вот это вот, это уколы. Слушайте, ребята, голосуйте в комментариях за то, чтобы Вася стала учителем в школе. Я собираюсь начать учительницей учителем русского языка. Да ладно. Ну, я серьезно. Сейчас посмотрим тест, как пройдет эта замечательная девушка. Так я хотел, я потом после нее. Давай, читаешь ты вопрос, я отвечаю. Сейчас будет немного откровения Алисы. Ты когда-нибудь ходил в туалет на улицу? Да. Ты когда-нибудь просыпался и не знал человека, который лежит с тобой рядом? Да. Ой, я болела. Дрался ли ты с кем-нибудь? Сваливал ли ты вину другого человека? Да. Носил ли ты одежду противоположного пола? Да. Целовал ли ты незнакомого человека? Нет. Ну, слава богу. Идешь такая, взбинка Михаила Петровича. Здравствуйте. Бывало ли такое, что ты не мил свою посуду? Да. Какой кошмар. Я никогда не буду. Этот я вопрос оставлю лично Алисе. Нет. Очень жаль. Ты купался в галашах? Нет. А когда ты родился, ты сразу родился в рубашке и купался в рубашке, да? Ну, получается, да, ладно. Ты обманывал? Да. Ты часто материшься? Да. Запомните это, пожалуйста. Полина, ну как твои ощущения перед полетом? Разобьемся мы или нет? Что? Понятно. Артем, как ощущения перед полетом? Бабочки в животе есть или мы разобьемся? Разобьемся. Я надеюсь. Да. Короче, мы играем в дурака наоборот. Я в этой схватке уже победил. У нас пока играют Вася, Алиса и Полина. Интересно, я второе место. Алиса второе место. Второе место. У нее слава с одной карты. И, скорее всего, проиграет Полина. А вон там Артем сидит, слушает музыку, как всегда. Молодя. Да. Окей, кулачок. Я на тебя. О, Оли. Что? Что? Ой, веселиться. Как тебе сделать веселиться? Очень широкий большой палец. Капец. Подождите, жесть какая. Мы летим где-то уже 40 минут, ну или полчаса. Точно я не помню и с Полиной. Мы кроме того, как поиграть в эту игру, ничего не придумали. Хотя сейчас мы, наверное, на 5 будем не гадать. Только теперь на сказочных персонажей. Мы завтра порепетируем. Надеюсь, придет достаточно людей. И мы сможем показать, что мы подготовили. Обязательно приходите. Аква-пак, понятно? Да, я взял с собой кулаф. Как ночну конфеты есть, у меня друзей не счесть. А закончились конфеты, и друзей в победе нет. За конфету каждый друг так рвет ее из рук. Но зачем мне дружба эта? Я и сам люблю конфеты. А-а-а-а. Не дайте, Ваня. Нет, мне не. Ам-ням, бабушка, вкусный, щам, бабушка. Дальше. Как всегда по вечерам, мама может говорить нам, как мы скажем ам-ням-ням, и смартфону с улбанцем. Дальше. По ночам, по ночам. Если все не надо нам, давайте тянем лампу, если только с мамкой в своем месте, то и послажем. Только кровь с ногу, но и надо надувать. Невозможно их поймать. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Ой-ой-ой, как же вытернуть ее? Ой-ой-ой, выросла большая. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Он под стройки разъезжает. Яму целый день копает. Кош, огромная лопата. Кто же это? Экскаватор. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Ну вот мы уже начали переодеваться, готовиться к концерту. Осталось еще где-то 20 минут до начала, и мы вам будем скоро дарить радость. А пока вот эти вот две дамы не переоделись. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПЕСНЯ Первые ощущения от начала, я только пришел в ту кулису и сначала музыка, почему-то мне сразу захотелось в туалет. Не знаю почему, я вышел и у меня какое-то странное ощущение, вроде всегда я думала, что делать и что петь, а сейчас я просто думаю о песне, то есть я не думаю ни о словах, ни о танцах, как-то все свободно очень. ПЕСНЯ А тебя как зовут? Захар Сергеевич. Ага, хорошо, Захар Сергеевич, расскажите мне, пожалуйста, как вам концерт? Нормально. Да? Что вам понравилось, какие у вас замечания по концерту? Кукутики понравились. Танцевали, пели? Нет, мы только пели, на кресле сидели. Но концерт понравился, в общем, впечатление хорошее. Да. А песня у вас какая любимая у кукутиков? Ку-ку-ку-ку-ку-ку-чки. Мы так лю-лю-лю-лю-бим. Мультики. Мы ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку. Давай опять. Молодец. Отлично. Потому что она малых работеет. И у каждого мама своя. И я как сейчас будет самый-самый крутой гублей, где ты истин. Эй, вот, обязательно, поднимайте. Убра, зонячка, мама, да, так-то я. Я весь день работал, стал в горе. Только землю я вспомнил. А потом на этом столе Сильный нас все-то разогнал. Сильный нас все-то разогнал. Как у вас настроение после концерта? Рассказывайте. Какое-то очень солнечное, волшебное. Здорово. Ребятам здорово. И то, что малыши растут, и это видно и по видео, и по тому, как они работают на сцене. Может быть, с точки технической, танцевальной. Там есть вопросы, но то, как они зажигают, это просто потрясающе. Это у них есть внутри. Я думаю, что у них огромное будущее впереди, чем бы они ни занимались. Спасибо вам большое. Короче, пришли подарить вам маленькие подарочки из Белоруссии. Сладкие подарочки из Белоруссии. Чтобы наш город стал вашим любимым городом из гастролей. Спасибо. Спасибо. Можно, пожалуйста, сладкий подарок? Конечно. Кукутики! Все песенки мы знаем, все любим. Все очень интересно, весело. Приезжайте почаще. Мы ждали ваш концерт целый год. Хорошо, договорились. А еще расскажите, у вас какое-то сегодня радостное событие на концерте случилось? Да, конечно. Мы выиграли лотерею. Да ладно! Показывай, что выиграли. Часы. Часы выиграла? Да, нам очень повезло. Короче, нам еще одни актеры подарили вот такие вот пачку конфет. И вот такое вот. Тут все достопримечательности. Мы говорим вам огромное спасибо. Это просто круто. Вот. Что я могу сказать по поводу концерта? Зал был очень живой, очень крутой. Они всегда отзывались на наши просьбы и общались с нами. Вот за это мы очень уважаем зрителей. Что еще хотела сказать? С этим же такой маленький анекдот. Короче, Алиса говорит спасибо вам огромное за подарки. А там какой-то мальчик отвечает. Ага, нет, это что-то всегда, пожалуйста. Не, у меня вот тут зашивали, у меня язвы зашивали. А от Васи? Ну что ж, шрам от Васи? Нет, я просто забыл. Кусала тебя, Вася? Нет, я просто, когда первый раз был на детской площадке, я, короче, на лед встал, а там был острый забор из камня. И я, короче, когда начал уйти назад, черканулся пальцем об забор. И это еще была новая постройка, рядом не было никаких больниц, поэтому мы пошли, не знаю, там, где лечат строители, и вот пошли в то место, они без наркоза начали заживать. А вот на языке это вообще совсем другая история. Тема, расскажи, пожалуйста, кто сейчас с кем встречается вообще? Определенно эти двое. Они же одноклассники. Все одноклассники встречаются. Да, конечно, у него с девушкой есть. Ой, мне прям почувствовалось... Отключается от Black Star Burger. Я бы не пробовала Black Star Burger. Хорошо, от московских богеров. Получается? Намного. И вкуснее? Да. А еще тут картошка очень вкусная. Я надеюсь. Ну что, мы сидим в ресторанчике. И, собственно, покушали с Васькой. Я кушала карпанару, она кушала баланьеза. И мы ждали очень долго, но это того стоило, потому что очень вкусная еда. Короче, мы не наелись, и сейчас выбираем еще что-нибудь. Она сейчас снимает тикток, а мы и мешаем. Привет! Ток-ток-ток! И мы испугались. Откройте. На завтрак идешь? Да. У меня как бы стало молодец. Они как бы еще спят. И давайте посмотрим, что делает сейчас Вася с парень. Я надеюсь, что они встанут, иначе я его еще разлюсь. Ужасно. Я проснула 7.30 из-за того, что свет был. Я закрыла окна. А потом Алиса проснулась, а мы еще типа лежали. Нам было клево. И она такая, так, я ничего не вижу. Нужно открыть свет. Ну, типа, окошко, шторы. Открыть свет. Русский родинный язык, если вы не знали. А давайте сейчас узнаем, что делают манчики. Я. Привет, Тонин. Что ты делаешь? Я просто голову помню. Модно. Такое ничего, вы мне понимаете. А, Мань, я вот вижу, палочки лежат. Зачем тебе? Не знаю, я видела кучу лайфхаков с палочками. Ты делаешь какой-то новый фокус? Нет, просто чисто взял их из магаза. Они лежали на дне, но я такой, ну почему бы и нет. Что? Подписывайтесь на мой инстаграм. Вот, да, тут написано, Иван Нимчик официал. Официал. Вот, куча меня. О, кстати, вот это вот точно нас фоткали. Да, нас отметили. Да. Ролл, это моя душа. Ролл. Я заказала ролл с форейдью и сливочным сыром. И наггет со спишкой. Очень вкусно вообще. Просто обожаю. Я заказала пиццу. С свежими огурцами, с помидорами, потом с петлерони, миксом перцев и жареным льдинем. Обожаю так делать. Итак, мне, наверное, повезло больше всех, потому что мне уже пришло 4 из 5 блюд, которые я заказал. Мне пришел чай, слояки авокадомаки, бургер, чеддер и бекон и чизкейк мраморный. Правда, я не понимаю, почему десерт принесли самым первым. Я ожидала, что принесут картошку. Ребята, сейчас будет максимальный шок-контент. Наш любимый оператор, который снимает Кукутиков и Биг Папа Студио, на канале, на котором вы находитесь, вот этот человек. Привет. И наш любимый с вами мальчик Ваня. Казалось бы, играют в карты, но играют в карты на гонорар Вани. Ну что, как успехи пока? Пока он взял уже все раулы. Посмотрим. Игра только началась. Страсти накаяются. Вань, ты готов расставку своим гонораром? Честно говоря, нет. Но удача покажет. Покер фейс. Ну что ж, финал нашего состязания. Давай, Вова. Нет, у меня было твой козырь. Ну все, Ваня, поздравляю тебя с проигрышем. Твой гонорар. Ваня, ребята, Ваня проиграл. Нет, ну нет. Я пошла картура за твоим гонораром. Боба, это ж гонорожка была. Всем спасибо. Нет, спасибо. Я выиграл, да? Я молодец. Ну что, Ваня? Вова, дай ему гонорар. Каково проиграть свой гонорар? Это очень фигово. Никогда так не делайте. Если ты найдешь бумажник на улице, да, ты его присвоишь себе. Ну, как сказать, один раз я нашел просто купюру в 100 рублей и забрал ее себе. Как бы это была станция, и бумажников там не было. Да. Лучше бы мне это. Ты забирал котлетку у ребенка? Нет. Я только у Андрея сегодня зубную пасту забрал. Ну, что?